ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У Ромео был пистолет Жаль, не мозги А вот почему, узнаете в этом видео Поэтому, если вы готовы, то давайте начнем Но, перед тем, как мы с вами начнем Я хочу вам быстренько кое о чем рассказать Думаю, что многие из вас занимаются огромным количеством Всевозможных вещей Будь то рисование или написание статей Я вот снимаю видео И, по сути, каждый из нас это создатель контента Которым мы делимся с теми людьми, которые получают от этого радость И если вы хотите, чтобы ваше творчество приносило не только радость людям Но еще и доход вам То я спешу познакомить вас с Boosty Это отличный вариант для всех авторов Которые создают уникальный контент И хотят дать возможность поклонникам поддержать их финансово Boosty это подписочный сервис от создателей Donation Alerts Самая популярная платформа монетизации стримов в России Задача автора очень проста Нужно завести страничку на Boosty Решить, чем ты будешь делиться И назначить за это цену Предположим, что вы писатель И вы хотите делиться новыми текстами со своей аудиторией На Boosty вы можете открывать доступ к своим самым свежим работам гораздо раньше Или же, например, создавать уникальный контент Для своих самых преданных подписчиков Сервис подходит абсолютно всем, кому есть чем поделиться Дизайнеры, художники, блогеры, модели, преподаватели, кулинары Да кто угодно Потому что вы сами решаете, что и за какую цену вы готовы предлагать своей аудитории Многие авторы выбирают Boosty, потому что это сервис, который полноценно работает в России У него очень низкая комиссия, всего 10% И удобный в обращении интерфейс А также есть возможность настраивать способ заработка Как через подписку, так и через единоразовые платежи У них также появилась реферальная программа А еще вас ожидает русскоязычная поддержка, которая работает 24 на 7 Поэтому, ребятушки, обязательно приходите по специальной ссылке в описании этого видео Чтобы познакомиться с сервисом Boosty Ведь именно с помощью него вы сможете начать зарабатывать на своем творчестве А кто-то из вас может поддержать своего любимого контент-креатора в сложные времена Ну а если вы готовы, то давайте начнем это видео Итак, собственно, мои потрясающие любители покринжевать с литературных абортышей Мы с вами сегодня будем разбирать книгу под названием «О Ромео был пистолет» авторства Дианы Лилит Творчество которой нам уже знакомо, потому что я уже обозревал ее книги И зачем-то решил вернуться к этому Вы спросите, зачем? А я вам отвечу Эта книга уже очень давно лежит у меня на полке Я все хочу от нее избавиться Но кто же знал, что вместе с ней мне придется избавиться от своей психики Самое интересное касаемо этого видео Это то, что я уже когда-то начинал читать эту книгу Но потом по какой-то непонятной для меня причине бросил И вот, вернувшись к ней вновь, я понял, почему я это сделал Потому что я, сука, хотел сохранить себе нервную систему Если кто-то из вас не знаком с именем Дианы Лилит То я напомню, что она одна из наиболее успешных русскоязычных писательниц Вышедших с фатпада Это многое говорит о качестве ее книг Однако, мы уже знакомы с ее творчеством Можете посмотреть мои старые обзоры И я обзор на эту книгу вам обещал Лучше бы я сжег ее к херам собачьим Естественно, перед тем, как перейти к основной части этого обзора Давайте сыграем нашу любимую и традиционную игру Сколько страниц в этой книге Правила которой невероятно просты Но я все равно для вас их напомню Вдруг кто-то смотрит меня впервые Здравствуйте, добро пожаловать Я очень рад, что вы к нам присоединились Надеюсь, вам тут понравится Итак, вы присматривайтесь, приглядывайтесь к книге Пытайтесь прикинуть или угадать, сколько у них страниц И пишите свои варианты внизу в комментариях И если вы угадали, поздравляю И надеюсь, что вы никогда не станете читать эту книгу Пожалуйста Раз, два, три В этой книге Последний шанс 320 страниц Которые принесут вам огромное количество боли Мне кажется, я еще никогда не держал в руках ничего настолько тупого А я буквально пытаюсь каждый день держать себя в руках Как обычно, мы начинаем основную часть обзора С внешней характеристик книги Обложка Не могу сказать, что она мне сильно нравится Она приятная Эстетически красивая И в целом иллюстрация на ней такая минималистичная И довольно незатейливая Учитывая, какие обложки сейчас делают и существуют Это буквально среднячок Но Чего-то плохого сказать не могу Внутри книги также есть буквально парочка иллюстраций Но это скорее, знаете, наброски Потому что это, видимо, карандаш Ну, такие, знаете, простые рисуночки Которые в целом довольно подходят по тематике книги Поэтому тут тоже придираться сильно не буду Однако Качество страниц У нас, естественно, вот эта дешевенькая туалетная бумага И, насколько я помню, эта книга в те времена стоила 500-600 рублей Что для такого качества очень дорого Перед тем, как мой мозг вновь погрузится в травмирующие воспоминания О прочитанном этой книге Давайте зачитаю для вас аннотацию Чтобы вы понимали, о чем мы с вами будем говорить Все любят Леона Колфилда Ему 22 года, он привлекательный и умен Студент частного колледжа и гордость родителей Душа компании и манипулятор Именно он является причиной, почему все девушки хотят дружить с его сестрой Даникой Колфилд Данике 20, как и брат, она обаятельна и умна Людям не доверяет, но ей нравится за ними наблюдать А манипуляции ее брата забавляют Одержимая месть Ривер Акерман красит волосы в черный цвет в знак вечного траура И мечтает причинить боль Леона Тому, кто по случайности оказался виновным в смерти его родных В качестве объекта мести Ривер выбирает Данику Младшую сестру своего врага Вот такая вполне себе интригующая аннотация История про месть Хотя мне больше кажется, будто автор этой книги мечтал отомстить мне Чтобы причинить мне психологическую боль, написанным ею дерьмищем Вы наверняка думаете, что сейчас я начну обсуждать плюсы и минусы А хуй там Потому что ни единого плюса, ничего положительного или хорошего в этой книге нет У Ромео был пистолет, это буквально одна из самых плохо написанных художественных книг Которые когда-либо позорили мои глаза Плюсов нет, но зато минусов, хоть жопой жуй Не подавишься На самом-то деле, я думаю, что эта книга одна большая постирония Или социальный эксперимент Знаете, из разряда, что будет, если написать полную поебень и выпустить это в продажу Сколько человек это купят и поверят, что это нормальная книга Начнем мы с того, что грамотность в этой книге взяла и пошла нахуй Опечатка на опечатке и опечаткой погоняет Особенно очень много мест на неправильно расставленные знаки припинания Точка-точка, запятая, вышла хуета смешная Как так можно? Но, больше всего меня, естественно, порадовали опечатки в именах персонажей У нас Леон трижды был Деоном Это что за персонаж, блядь? А? Слушайте, мы все совершаем ошибки Я вот купил эту книгу, Диана Лилит ее написала Но ошибки в жизни и ошибки в книгах Это две, сука, разные вещи Дальше у нас с вами авторский стиль и слог Точнее, Билиберда, которую невозможно читать Я не ожидал каких-то литературных изысков Все-таки не Чехова читаю Но, блядь, чтобы написать такую хуету Это нужно постараться Прямо специально Представляете, у автора посреди оценочного суждения Начинают появляться какие-то рандомные мысли Или, например, идет повествование от одного героя А потом резко в середине этого повествования Начинается повествование от лица другого героя Это что такое? Для описания вот этого шедевра Есть одно понятие, которое многим из вас уже знакомо Это графомания Не больше и не меньше Следующий минус Это великое интеллектуальное позерство И в этой книге это выглядит настолько тупо Что тебе хочется ржать Потому что количество пафоса на страницу Явно превышает норму Но на фоне всего идиотизма Который происходит здесь Это выглядит как цирк Эта книга якобы является Омажем на трагедию Шекспира Ромео и Джульетта Сюжет, который мы все прекрасно знаем Две враждующие семьи У них есть дети Которые влюбляются в друг друга Все просто Но, как вы думаете Какая отсылка может быть в этой книге? Правильно! Никакой! У нас также есть отсылки на греко-римскую мифологию Без правильного знания этой самой мифологии Хотя кому оно надо, да? Можно же просто придумать от себя тяну Следующая вещь, которая мне не понравилась Это огромное количество матерных выражений И вы не подумайте Я люблю мат И я считаю, что русский мат Это вообще Та вещь, которая обладает эмоцией тысячи языков Однако, когда у тебя и так плохо написанный текст И буквально в каждом предложении мат-перемат Это делает все еще хуже Потому что ты дипричастный, оборот не можешь правильно написать Какие маты? Зачем они тебе здесь? Однако, вишенкой на этом торте из горячего дерьма Являются персонажи Потому что они абсолютно никакущие У них из отличительных черт это имена Потому что по описанию Дианы Лилит Они все прекрасные и красивые, как ангелы А по моему описанию безумно тупые У них нет никакого сюжетного развития А персонажи там дохуя Вы подумали, что это все, а как бы не так Потому что сюжет этого дерьмища заставил меня орать от происходящего в нем кринжа Потому что знаете, когда у вас история про месть, которую принято подавать холодной Нам ее подали в виде хрючего из говна Все максимально тупо С огромными логическими дырами в сюжете И абсолютно неинтересно Даже интриги здесь нет ни единой Вообще никакой Как так можно? Я не понимаю! Сюжет книги «У Ромео был пистолет» рассказывает нам про Леона и Данику Типичные представители золотой молодежи, которые пропивают свою молодость И творят безнаказанные действия Сестра от брата разительно отличается Они тусят в разных компаниях Но по количеству выпитого алкоголя я считаю, что они на равных История в том, что пять лет назад Леон сел за руль в состоянии алкогольного опьянения И из-за этого он врезался в машину, которая ехала по встречке Внутри этой машины была семья И по официальным данным в этой аварии никто не выжил Но тут же нас знакомит с героем по имени Ривер Который работает барменом в элитном ночном клубе Где постоянно тусят Леон и Даника Ривер ненавидит Леона всей душой Потому что мечтает отомстить убийце своей семьи Потому что Ривер оказывается тем самым мальчиком Который выжил в той аварии И вся его семья умерла В качестве своей жертвы он выбирает Данику Чтобы как раз таки Ривер помучился От страданий полученных Если его сестра умрет От рук того человека, чью семью он убил Ривер решает, что сначала нужно влюбить в себя Данику Потому что таким образом завалить ее будет гораздо легче Он, работая барменом, подсыпывает ей в коктейль наркотики Но Данику хуй замочишь Она попала в реанимацию Полежала там честок-другой И все равно пошла кутить дальше И Ривер начинает написывать ей в социальных сетях И приглашать на свидание Мы также узнаем, что по Риверу плачет дурка И не по тем причинам, которые я описал в начале этого пересказа А потому что он постоянно слышит голоса Видит своих мертвых членов семьи И, внимание, у него случаются эпилептические припадки Именно поэтому он работает в ночном клубе Охуенный выбор профессии Ривер за каким-то хуем начинает встречаться с официанткой по имени Индия Которая также работает с ними в этом ночном клубе Также в этом ночном клубе с ним рядом работает его лучший друг Эмилио Отношения Даники и Ривера становятся все напряженней и сложнее Потому что каждую личную встречу Ривер хочет замочить Данику Но останавливает себя от этого Непонятно почему и непонятно зачем Где-то между делом Ривер начинает ходить к психотерапевту по имени Анна Мария И вы подумаете, нихуя себе, адекватное действие Но как бы, блядь, не так Потому что он начинает с ней чпокаться А она подсаживает его на сильнейшие транквилизаторы Чтобы он от нее не ушел Индия начинает ревновать Ривера к Данике Именно поэтому подкоролил Лату в туалете и уебал ее лицом об раковину А Данике, хоть бы хны, она вообще ебаный терминатор Даника признается Риверу в любви С какого-то хуя И они чпокаются И выясняется, что кто-то заснял это чпоканье на камеру И слил в интернет Это сделал лучший друг Ривера Эмилио И ему сказал это сделать лучшая подруга Даники Кристина, в которую Эмилио влюблен Вы думаете, эта сюжетная ветка каким-то образом раскрывается? Нет! Нихуя! Тут во все это дело врывается Леон Которого Ривер совсем недавно пырнул розочкой от бутылки В живот Сука, неубиваемая семья И Леон хочет убить Ривера Даника восстанавливает и говорит, что это он тот самый парень Который выжил в аварии И Даника все это время прекрасно знала об этом Ривер убегает к своему психотерапевту Чтобы с ней почпокаться Его находит Даника Извиняется перед ним И они решают сбежать Потому что они влюблены в друг друга И тут мы узнаем великий поворот сюжета этой книги Что за рулем той машины В той аварии сидел не Леон, а Даника Ууууу Как будто, блять, это что-то меняет Леон, конечно же, в ярости Он хочет найти Ривера и убить его И вернуть домой Данику Для этого он избивает Эмилио, лучшего друга Ривера Тот сознается, куда Ривер и Даника съебались Охуенный лучший друг Ривер и Даника узнают, что Леон скоро за ними придет И Даника зачем-то признается Риверу В том, что это она убила всю его семью в той аварии Ривер пытается простить Данику Но голену его мёртвой семьи не дают ему это сделать И он её убивает Притаскивает её мёртвое тело в церковь И стреляет себе в лицо Конец Видите, да, аллюзию на Ромаву Джульетту Хуета! Я думаю, что после такого замечательного краткого пересказа У вас наверняка множество вопросов Первый из них Какого хуя? Откуда я знаю? Это не я писал это дерьмо Но я прочитал это дважды У меня дважды кровь из глаз текла Чтобы вы понимали То, как я вам это описал Это буквально кратко и чётко В книге это всё абсолютно по-другому написано Это пиздец Это невозможно читать Но давайте перейдём к вашей любимой части этих видео Почитаем все те моменты, которые заставили меня орать И начнём мы с того, что первая, сука, глава этой книги Это даже не текст книги Это тупо список с описаниями и именами персонажей Первая глава Просто идёт имя Характеристика персонажа И следующий И следующий после него И дальше Это чё такое? А? Но самое позорное Это то, что эти персонажи отличаются друг от друга Реально только именем Они все красивые, как ангелы Модели с идеальными телами Прекрасными глазами Невероятными шевелюрами И так далее и тому подобное У них реально отличаются по описанию Только, сука, имена Причём самое забавное То, что в этой первой главе Кроме описания персонажей Ещё прописываются их отношения Друг к другу То есть Не как это обычно делается в книге В повествовании сюжета А просто пишется Вот Лучшая подруга Даники Влюблена в её брата Ммм Как круто А лучший друг Ривера Влюблён в лучшую подругу Даники Ммм Откуда это взялось? Почему оно появилось? Зачем это прописывать? Кому это нахуй надо? Блять Если можно в первой главе Это всё Пам-пам-пам-пам Сделать И дальше писать Поеботу Ночь, улица, фонарь, аптека Бессмысленный и тусклый свет Такой же бессмысленный Как, сука, предложение в этой книге Около девушки Стоит бутылка гренадина А сама она, по-видимому Переписывается с кем-то в телефоне Нахуя Рядом с ней стоит Бутылка гренадина Если она сидит на выходе из клуба Если кто-то вдруг не знает Что такое гренадин Это сироп Который используется Для коктейлей Для кофе Вот так выглядит бутылка гренадина Как видите У меня она Потому что я пью кофе Добавляю туда Немножечко Потому что это очень сладкая Вязкая субстанция Это сироп Подсластитель Нахуя Ей Бутылка гренадина На выходе из клуба Это не алкоголь Это невозможно пить Это вязкий сироп Блять Зачем ей бутылка гренадина Причём это никак не объясняется Она просто сидит и сжимает бутылку гренадина Из всех возможных вещей Бутылка воды Бутылка пива Коктейль Да что угодно Почему бутылка гренадина Какой смысл несёт Эта ебаная бутылка гренадина Сквозь воду Он видит своё лицо Склонившееся над ним От ужаса Кровь стынет Ривер выныривает из воды Он Нырнул головой в воду В ванной Каким образом он видит своё лицо Склонившееся над ним Это Как Что это Блять Я по-прежнему вам хочу напомнить Что у Ривера Эпилептические припадки случаются А он работает барменом В ночном клубе Где яркий свет Лазеры И громкая музыка Это что Помните я говорил вам про вот эти Пафостые Высокоинтеллектуальные отсылки Которые никаким образом Не вписываются в контекст У нас здесь есть предложение Синдром Адели Он никогда не посмотрит на неё Синдром Адели Гюго Это психическое расстройство Которое Связано с Любовной одержимостью кем-то Да Из-за безответной любви Здесь нет ни сноски на это И в контексте Это Блять Вообще не имеет никакого смысла Потому что Они говорят не о любви И не о чувствах Это просто Вброшенная Рандомная Хуета У выхода Она останавливается Рядом с большой клеткой В которой сидит летучая мышь Правда это не мышь А лисица Но Данике Всё равно Нахуя это предложение здесь Если ты понимаешь Что это Лисица в клетке А не летучая мышь Зачем нам какое-то Непонятное утверждение Одного А потом второе А потом третье Что Данике вообще Поебать на то Кто сидит в этой клетке Зачем целый абзац Посвящен этой поеботе А Некоторые предложения Меня здесь очень сильно смешат Например Его сообщение Заставляет Данику Усмехнуться Тогда в клубе Он вел себя Как мрачный принц А в переписках Он Дегенерат В целом Так и есть Иногда Посреди повествования Может появиться Какой-то непонятный абзац Который Не несет в себе Абсолютно Ничего Это просто Вброшенная информация Ради чего-то Например Вот они снова В доме Кристины И им обе им по 15 лет Одна фраза Да Я действительно Влюбилась в твоего отца И Кристина берет С рабочего стола Нож С розовой Пластмассовой ручкой Хватает Дернувшуюся было Данику за руку Удар Виск Даника Поскальзывается И падает на пол Кристина в ужасе Опускается рядом с ней Кидает чертов ножик Под кровать Ее подруга Лежит Лицом вниз Тонкой рукой Размазывая кровь По идеальному Сияющему паркету И пытается подняться Лучшая подруга Даники Хуйнула ее ножом В 15 лет Потому что та Пошутила Что ей Нравится ее батя В повествовании книги Этот абзац Вообще Никакого смысла Не несет Ни единого Вы думаете Это потом Как-то раскроется В дальнейшем Нет Видите Я теряю дар речи Потому что я Задово погружаюсь Во все это дерьмище Логические склейки В этой книге Тоже не работают Потому что у нас В первый раз Когда Ривер Пытался убить Данику Он подмешал ей В коктейль Наркотики Затащил ее В какую-то коморку А потом бросил На танцпол Чтобы люди ее затоптали Прибегает ее подруга Которая Не может найти Эту Данику И говорит Данику Отравили наркотой Она не дышит Откуда блять Она это знает Если она не знает Где Даника находится Внимание Напоминаю Что первая глава Целиком и полностью Была посвящена Описанию персонажей И все они красивые Как боги В обычные дни Даника Похожа на мышь Просто старается Выглядеть аккуратно И опрятно Может я Что-то блять Не так читаю Или как-то Не знаю Может у меня уже Глаза перестали работать До старости лет От количества дерьма Прочитанного в этой книге Что блять Происходит Почему Одно с другим Не сочетаются Почему у тебя Один плюс один Равно пять Уже не первый раз Наблюдаю Как ты отказываешься От алкоголя Есть какая-то причина Но да Возможно Потому что Ей помешали наркотики И отравили ее А она оказалась В реанимации И в итоге Чуть не сдохла А вообще Даника бухает Просто по черному Еще ни разу Не было здесь такого Чтобы она Отказалась Выпить О вернемся к отсылкам Городом владеют Два враждующих клана Как у Шекспира В одном лидер Джетра А в другом Леон Джетра это хахаль Этой Даники Который в сюжете Особо никакой роли Этой не играет Оба испытывают Другу страшную ненависть То есть Одна большая Отсылка В виде абзаца Это блять Все что связывает Эту книгу С Ромео и Джульеттой Причем Это прямая отсылка На Шекспира Че это за хуета Откуда ты блять Это взяла И о какой-то Вот этой войне В книге Больше не упоминается О вражде Примирениях Там каких-то И так далее И тому подобное Ничего Этого сука Нет Сюжетная линия С психотерапевтом В этой книге Это отдельный пиздец Потому что Внимание Ривер пошел К психотерапевту По имени Анна Мария Начал с ней ебаться Она Под видом книг Про психологию Дала ему Библию А потом Напичкала его Транквилизаторами Слабая напередок Оказалась Анна Мария И все это Диана Лилит Сравнивает С древней римской легендой О Диане И Эндемионе Проблемка в том Что Вот это сравнение Якобы про Великую Любовь Что Анна Мария Напичкала Ривера Транквилизаторами Чтобы погрузить его В вечный сон Чтобы никуда от нее не делся Миф про Диану И Эндемиона Вообще Блять О другом Абсолютно Вы можете погуглить Это очень прекрасный миф На самом деле У него есть несколько разных трактовок В зависимости от Древнегреческой составляющей Либо от Древнеримской И знаете что Ты можешь Сука Совершать ошибки Но блять Используй Правильные отсылки Хотите я зачитаю для вас Типичные диалоги В этой книге Говори что хочешь Мне все равно Мне плохо за тебя Пустословие Ты не знаешь меня Ложь Это бессмысленный диалог Может длиться вечность Потому что так Романтичнее Фригидное Ты чмо Шлюхам своим Звонить будешь А к любимой девушке Нужно под окна приходить Невероятно Шедевр Но апогей Этого всего происходит На описании имен Скай И Ривер Два брата-близнеца Скай Это небо Оно всегда высоко А Ривер Это река Всегда на земле Скай Это парень Блум И не Ривер А Ривен Это парень Музы Что же я могу сказать вам Как итог этого обзора Во-первых Это ужасная книга Во-вторых Пожалуйста Если вы еще не читали ее Не читайте Не надо Я забочусь о вас Чтобы у вас в жизни Все было хорошо Не нужно себя травмировать Дайте делать это мне Моя психика Выдержит многое Она еще выдерживает Подобную литературу И в-третьих Проверку временем Эта книга Конечно же Не прошла Потому что Ух Понятно Почему я пару лет назад Не стал делать на нее обзор Потому что Я сам себя пытался Сберечь от этого Вот в принципе Такой у нас С вами итог Бездарно Плохо И лучше Пусть Останется В забытье Но Порадовало то Что персонажи в конце умерли Это действительно Вызвало у меня улыбку И да, ребята Сегодня у меня все Я надеюсь, вам понравилось это видео И если да То я очень этому Рад, спасибо Что все еще у меня Смотрит Я вас очень сильно Люблю Их что-то давно знали Каждый Матимов день Не забудьте ставить свои комментарии Потому что Правильно Комментарии лучше лайка Ну и лайк Тоже что поставить А еще Ваше внимание Тоже быть У-с-ы-ш-а-на Что вы думаете по поводу книги Диана Лилит У Ромео был пистолет Как вам эта Невероятная история Опишите свои чувства И эмоции в комментариях Потому что они для вас всегда открыты И каждый из них для меня Навес золото Ну и грех не воспользоваться Такой замечательной возможностью Оставить для меня Пару прекрасных строк С вами был я Диана Лилайк Главное помнить Создать сервис Визуально всех Ваших начинаниях Я вас очень-очень сильно люблю Включаю вам каждый день И надеюсь Что мои видео Пронесут вашу жизнь Исключительно положительные эмоции Вы можете подписаться на меня Во всех доступных Или же недоступных Соцсетях И тем самым Поддержать меня Я буду этому очень рад Наш мерч Are you lost baby girl И умеешь думать Подумай Доступны ли вас по ссылке В описании под каждым Видео И естественно Вы можете себя им порадовать Если захотите Потому что он пока еще Есть Обнимемся Обнимемся Идите сюда И меня в щечку О, отлично Прекрасно Надеюсь Что у вас все отлично Ну, по крайней мере Лучше, чем у героев В книге У Ромео был пистолет Потому что Порадовала меня концовка Все-таки Люблю, когда тупые персонажи Умирают Вот Желаю вам счастья Здоровья Много денег И меньше проблем Отлично Увидимся все-все скоро На этом же Само вместе Пока Субтитры сделал DimaTorzok